Знакомились? Сейчас презентация заминка, но Денис может выступить без нее. Да, тем более там ничего нет, то есть там просто текст и какие-то промежуточные слова, которые сами ничего не значат. Меня, собственно, зовут Денис, презентация называется «Кажется, как сделать так, чтобы было больше клинеров и это стоило меньше денег». Пока от момента, пока, как сказать, собирались заявки и до текущего момента, моя должность сильно изменилась, то есть я перестал работать в клине, но тем не менее про клин расскажу. Да. Ну то есть все благодарности про то, что клин замечательный сервис, можете продолжать как бы сыпать, но больше я вам помочь ничем с ним не смогу. Если кратко, еще один дисклеймер. На самом деле вообще не знаю, почему я попал в секцию гроуз хака, потому что там не будет ни одного гроуза, ни одного хака. Я просто расскажу, как мы сделали в течение трех месяцев процесс, который сильно изменил клин. Если кратко, про клин, может кто-нибудь не знает, это такой сервис по заказу уборок квартир. Работает в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, работал в Краснодаре, но закрылся. В клине где-то 800 уборок в день, полторы тысячи клинеров, три города, собственно, в компании где-то 100 человек. Вот. Одна из особенностей, ну, собственно, клин работает как классический он-демант сервис. С одной стороны клинеры, с другой стороны исполнители и какой-то бы кофе с посередине. И вот в какой-то момент мы столкнулись с ситуацией, что на самом деле, ну, есть, собственно, supply и есть демант. То есть клиенты и клинеры. Оказалось, что клинеров нам сильно не хватает. Мы 1 мая в прошлом году столкнулись с ситуацией, что 1 мая можно было заказать уборку только на 20 какой-то там мая. То есть на следующие 3 недели нельзя было заказать уборку. И, в общем, все в этот момент поняли, на самом деле не в этот момент, а сильно заранее, просто мы не успели подготовиться, но, в общем, поняли, что наше узкое место стоит именно найм клинеров. В этот момент мы осознали, что мы нанимаемся во 2 клинера в день, и процесс очень дорогой. Ну, то есть там привлечение клинера стоило больше 5000 рублей за клинера. И мы подумали, окей, давайте посмотрим, собственно, как устроен процесс найма клинера. Ну, вот разложим прям как классическую какую-то воронку. То есть мы посмотрели, что… Ну, вот можно было подумать, да, как устроен процесс найма клинера. Есть там клинер, который узнает каким-то образом номер телефона, либо лендинг какой-нибудь на клинер, заходит, звонит в колл-центр, колл-центр собеседует, приглашает на собеседование, собеседование прошло, стал клинером. Было бы хорошо, если было так, в реальности не так. В реальности клинер проходил 14 этапов и 14 промежуточных каких-то штуковин для того, чтобы стать клинером. То есть он проходил собеседование в колл-центре, потом записывался на обычное нормальное собеседование, потом его приглашали на большой тренинг, после этого его назначали на обычную уборку с наставником, после этого наставник его оценивал, после этого, собственно, он только приходил на склад, ему выдавали все оборудование и, собственно, он становился клинером. Мы, собственно, все это посмотрели, оказалось… О, отлично. А тут, как бы, ну, собственно, не обманывал, тут просто слова, в общем, ничего особенного. Вот, собственно, да, дошел до этого момента. Вот казалось, что должно быть так, на самом деле нет. Вот вообще не так, 14 этапов. Одна из особенностей, что, ну, собственно, уборка — это самое важное, поэтому рейтинг клинеров в первой уборке для нас это такая метрика, на которую мы не можем не смотреть. То есть если мы берем абы кого с улицы, их не обучаем, они херово убираются, и все становится плохо. Поэтому вот это очень важно. Это, собственно, самое… Ой, здесь ошибка, я ошибся. Это то, к чему мы пришли на самом деле. Ладно, я ошибся. На самом деле вот так должно… Вот столько было, а здесь два клинера и четыре человека в колл-центре. Сорян, в общем, все неправильно здесь. Мы посмотрели на всю эту магию и решили все это менять, потому что невозможно. С такой воронкой мы не можем расти, и наше узкое место останется узким местом. Поэтому первое, что мы сделали, мы заменили наставников на тренинг-стенд. Мы реально сняли квартиру в Москве и в Питере. Тогда еще не было Екатеринбурга. Пачкали ее на регулярной основе. И туда приглашали клинеров. Собственно, они пошли как по процессу. Такие, давай, заходи. Приходили втроем с наставником, прямо там на тестовой квартире убирались. Было три слота по два клинера. Соответственно, шесть клинеров в день. Казалось, уже сильно лучше. Но часть из клинеров не приходила, часть клинеров не отбирали после уборки. И на выходе оказалось три клинера. То есть вроде рост на 50%, но мало. Мы такие, окей, давайте думать дальше. Давайте сделаем не три слота, а четыре слота. Начнем раньше, закончим позже уборки, и будет все магично. В реальности оказалось, что это тоже не работает, потому что на слишком ранние слоты клинеры из Подмосковья не успевали приезжать, а на слишком поздние не записывались, потому что не успевали уезжать. И мы вернулись к обратной ситуации, когда продолжили нанимать по два клинера в день. Откатили это изменение, но поняли, что на самом деле оно не особо работает, потому что, ну, собственно, одна квартира, нанимать три клинера, нужно масштабировать квартиры, это еще дороже, чем колл-центр. Ну, то есть как бы не работает. Окей. То есть проблема не в тренинг-стенде, проблема в чем-то другом. Давайте думать в чем. Посмотрели на воронку. Оказалось, что у нас зарубает весь найм колл-центр. То есть колл-центр притекает, точнее не так. Ну, собственно, давайте мы, окей, снимать больше квартир. Допустим, мы с этим какое-то время проживем, но что работает сейчас не так. Оказалось, что работает неправильно колл-центр, потому что колл-центр готов обработать 100 заявок, ну, 150 заявок в день. Этого явно недостаточно для того, чтобы вырасти в 10 раз. Чтобы обрабатывать больше заявок, нужно было растить колл-центр в 10 раз. Кажется, что не вариант, собственно, давайте что-то менять. Мы сделали лендинг, на который пригоняли трафик из клинеров, которые сами записывались на собеседование. В этот момент все в колл-центре охерели, потому что, во-первых, они перестали быть нужны, а во-вторых, они думали, что, боже мой, они делают полезную работу. Оказалось, что они на самом деле сильно портили клинеров, потому что они, во-первых, отсекали их по каким-то безумным параметрам, в формате того, что позвонил клинер, ой, боже мой, он мне не представился или не поблагодарил за отличное интервью, и поэтому его не пригласим. В общем, оказалось, что колл-центр в этом месте совершенно не нужен. Мы выгнали весь колл-центр, клинеры сами стали записываться. Потом мы, собственно, заменили тренинг-стенд на систему видеообучения, потому что, ну, оказалось, что это хорошо работает, потому что, ну, повторюсь, квартира, три клинера, максимум в день пропускает, давайте нанимать больше квартир, квартиру снять сложно, пачкать сложно, все тяжело, давайте сделаем систему видеообучения, в которой мы будем рассказывать клинерам, как же постепенно правильно убирать квартиру, следить за качеством. Заменили, все вороночки выросли, и мы стали на этом этапе нанимать где-то, наверное, клинеров 12 в день. То есть все более-менее ок. Оказалось, видеоклинеры и видеообучение, боже мой, ну, физический труд, и эти бабушки, ну, там не бабушки, какие-то женщины, 30-40 лет, и видеообучение в мобильном на сайте прям совсем тяжело, но нет, оказалось, все хорошо работает. То есть мы так много разрушили стереотипов о себе, ну, то есть прям поразительно. Во-первых, у клинеров есть мобильное приложение, мы думали, нет. Во-вторых, клинеры очень хорошо приходят из одноклассников, ну, что самое поразительное, реально приходят по баннерной рекламной кампании. Во-вторых, собственно, есть система видеообучения, они сами записывались на лендинги, сами выбирали слоты, они практически букировали квартиру, ну, только не квартиру, а место на собеседование. Все это хорошо работает для клинеров. Ну, и, собственно, последний этап — это история про то, что вот колл-центры мы выкинули, но в реальности какая-то часть клинеров перестала приходить, потому что думали, что они просто записались, а дальше им должно было позвонить, потому что не могло что-то работать так, что они записались, можно было к этому времени приходить, это же так не работает. Мы, соответственно, внедрили робота, который звонил, подтверждал, что да, действительно, вы записаны на собеседование, приходите там, Мария Ивановна. И, собственно, начали отправлять смски триггерные в нужный момент и с адресом, со ссылками на карту и так далее. И, собственно, дошли как раз вот до таких делали, вообще полностью отказались от колл-центра, и привлечение стало сильно дешевле, и оценки не упали. Ну, то есть вот оценки на самом деле самое важное для клинеров, поэтому мы за этой метрикой всегда очень жестко следили, в общем, никакой статистической значимости в оценке нет. В общем, как-то так. Могу рассказать по какие-то детали и подробности процесса. Давай. Может быть, это не совсем по теме, но вы думали о том, чтобы как-то управлять ликвидностью предложения, ну, например, как Uber, да, там, в стеклянке ставят, направление. Такое есть. Да? Ну, собственно, там особенность в чем? В том, что уборки в основном заказывают по подписке, и в основном первую уборку заказывают в субботу или в воскресенье. Ну, то есть никто не готов первую уборку делать в середине недели, потому что клинеры нужно встретить. Ну, короче, паттерн поведения на первой уборке на последующих очень сильно отличается. В первую уборку ты встретишь клинера, ты посидишь с ним дома, он уберется, ты как бы ок, и в следующей уборке ты уже готов там не быть дома, чтобы клинер к тебе приходил. Ну, так уборка регулярная и по подписке, а так как Ты первую уборку заказываешь в субботу или воскресенье, то все следующие уборки генерируются на субботу и на воскресенье. И, соответственно, получался большой перекос между уборками, количеством уборок в будни и выходные. Вот когда я сказал, что в среднем мы делаем 800 уборок в день, это неправда. То есть, условно говоря, в будни 500, а в выходные 1500. То есть очень большой перекос. И вот история с коэффициентами, со всем прочим, она как раз про то, что давайте, ребята, не убирайтесь в выходные, а убирайтесь в будни. То есть, в общем, да, мы… Как мы делаем? Кто угодно. Времени много, поэтому. У нас есть регламент клинера. Это такая книжка. Ну, не такая, окей, вот такая. Путь клинера называется. В ней, собственно, полностью описан… Реально так и называется путь клинера. В ней полностью описан, собственно, процесс. Вместо того, чтобы давать людям эту книжку и сказать, ну, просто прочитайте 50 страниц, и вы будете понимать, как убираться, я, собственно, ездил на обычной уборке, и ты понимаешь, что ты приехал, вроде как ты знаешь, все прочитал, я готовился, я учил, я помню, потому что там зеленая тряпка то, красная губка то. В реальности ты приезжаешь и понимаешь, что ты все забываешь и делаешь не то. И поэтому ты в процессе прям уборки достаешь эту книжку и листаешь там своими мыльными руками. Ну, в общем, это не работает. Поэтому мы просто перенесли книжку в их мобильное приложение и в систему видеообучения. То есть мы по головам записали ролики, которые рассказывали книжку. Вот, то есть там никакой особой магии не было. То есть наверняка это место для улучшения дальнейшего, но в целом, так как качество не упало, то мы тут не особо видим место для… А где-то сколько? Ай, боже мой, там, мне кажется, 10 сегментов, ну, то есть 10 глав, в каждой главе ролика по 4, ролик там минут, наверное, по 3-5 вот так вот. Ну, наверное, да, я быстро так не могу. Давай. Вы понимали, что есть проблема, именно, как записать с лейтингом, как применение по сети? Ну, мы увидели в концерты, собственно, что люди, которые записались, не приходили на субиседовании. Ну, мы позвонили, а те, ой, что я записалась? Ну, то есть все очень просто. Квитры люди очень просто, ну, что смотришь, что петь. То есть мы увидели, что они не приходят. Мы спросили, почему вы не приходите? Я не поняла, что я записалась. То есть это правда так работает? Вот, поэтому мы там немножко изменили весь процесс лендинга. То есть мы были лендингом, мы сделали там следующий шаг, на который мы подтверждали, что да, ты приходишь. Мы ждем тебя в этот момент. Сделали видюшку, как дойти от метро до офиса, чтобы они не блудили. И еще начали, собственно, звонить роботам. Здравствуйте, пройдите. Да. Тоже, наверное, на потееме немного. Очень интересно, как вы говорите, с проблемой того, что клиент пришел, сделал первую горку, что мне понравилось. Мы же позвонили напрямую и говорили с вотчетом. О, это классная тема. Надо было это рассказывать, наверное. Система антифрода очень крутая. Клиент приходит с нашим мобильным приложением, поэтому мы об нем устроим гео-три. Соответственно, мы знаем, где находится клиентр. Соответственно, если происходит вот такая ситуация, а клиентр дальше приходит, с мобильным приложением появляются гео-точки из этой квартиры, из этого района, где не должно быть уборок, мы знаем, что, собственно, произошел фрод. Ну, конечно, да. Ну, то есть, это первого бутилинера, прям, чуть ли не первым пунктом написано, два нефроидов. Ну, там и так много. Ну, там попроще, на не первом пункте, там не нефроид, ну, в общем, смысла. То есть, мне у этих клиентов это нельзя делать. Ну, то есть, это один из, на самом деле, приемов. Это не единственный, потому что, понятное дело, просто через забуивание не работает, потому что многие сняют про ценность, то есть, условно говоря, когда она работает с нами, мы говорим про то, что у него здесь страховый фонд, каждая уборка застрахованность, если ты что-нибудь разобьешь, то ничего страшного, там. Мы тебе его сместим, ты постоянно получаешь ликвидность, вот тебе на отбавки, вот то, вот, все. То есть, про это объясняем. И клиентам тоже самое пытаемся объяснять. То есть, если клинер что-то разобьет, то ничего страшного. Если клинер заболеет, то, окей, мы найдем другого клинера, тебе не нужно будет созваниваться. Если он начнет плохо убираться, ты просто его заблокируешь, и мы пришлем другого хорошего клинера. То есть, это через положительные штуковины и через однозначный бан, ну, клинер. Какой выходит? Пожалуйста. Почему он это сделал? Его инициатива была или не его инициатива. Если не его, то мы говорим, окей, давайте мы там пришлем вам нового клинера и так далее. Но это, на самом деле, настолько редкие кейсы теперь, что, в общем, я даже, честно говоря, не знаю, как именно они разбираются. То есть, раньше целая процедура была, а сейчас… Так, не знаю. Давай. Одноклассники. То есть, раньше это было просто вообще невероятно. Ну, это вот как Наташа из «Ядодила» рассказывала про то, что у них хорошо работает перформанс-маркетинг. Вот для клинеров хорошо работают одноклассники. Мы попробовали вообще все. Хорошо работают одноклассники. Попробовали все. То есть, мы пробовали от раздаток у метро, я не знаю, там, газеты. Вообще все пробовали. То есть, у нас, ну, собственно, был Рома Кумар, который отвечал за маркетинг. Он человек невероятно талантливый и гениальный и креативный с точки зрения того, как привлечь клинеров. У нас у клинеров даже работает система приведи друга и получи деньги. То есть, у них есть, ну, как в Uber и механика, вот такая же есть у клинеров. То есть, они могут там промокод свой назвать, получить 5000, даже это работает. То есть, могут еще работать, но в основном это маркетинг, не маркетинг, а одноклассники. Вот. Ну, то есть, сейчас клин в день получает полторы тысячи заявок клинеров. То есть, нам нужен массовый найм, потому что из них вот… Может быть, если вы что-нибудь читали про клин, то вот иногда в прессе фигурирует цифра про 2% клинеров, которые проходят отбор. Вот эта цифра абсолютно правдивая. То есть, когда мы нанимаем, там, в день приходят полторы тысячи заявок, и из них действительно только 30 клинеров становятся клинерами. Вы воздаляете на групповой сети? Там масса критериев. То есть, я есть… Вначале ты заполняешь анкету, по ней происходит, ну, какой-то там скоротсев. Если ты слишком молодой, либо слишком старый, отсекаем там гражданство, потому что они становятся ИПшниками, не все в России могут стать ИПшниками. Потом у тебя есть там обучение, они должны сдать тест, потом собеседование, ну, куча всего. Потом проверка на судимости, на кредиты. Ну, короче, целый процесс. Какой процент, например, стоимость в чем? Уборки, стоимость привлечения клинера. Ну, смотри. Клинер не стоит в привлечении, а юнит-экономику у вас, сколько клинеров получается? А, 50-50. Ну, там чуть по-разному зависимости от бонуса, знака, вот от того, какой там клинер, какой он новичок, он либо профессионал делает, или он топки, или нет топки, у нас что-то не все, правда, на журналист. Ну, в среднем 50 на 50. Не совсем так, скорее чуть больше в сторону клинера, там, 55 на 45 получается. Вот это так. А выручку вы раскрываете? Нет, я думаю, что ее, наверное, публично рассказывали, особенно, когда деньги привлекали. Ну, смотри, довольно несложно посчитать, с учетом того, что средний чек уборки 2,5 тысячи, если мне не изменяет память, да, средняя чек уборка 2,5 тысячи, сейчас, может быть, упала, потому что клинлайт запустился. В общем, 2,5 тысячи на 800 уборок в день довольно легко. Как вы считаете? 2,5 миллиона рублей. Ну, наверное. Блин, у тебя с математикой вообще классно. Ну, в общем, да, то есть 700 миллионов оборотов это вот близко к тому, что было в прошлом году. Я не знаю, какие сейчас реальные цифры, но… А какой скорость у вас? В прошлом году, мне кажется, что мы не доросли до 100 миллионов, в этом году цель была миллиард. Вот миллиард не сделали, ну, не в этом году, а в прошлом году, до 17-го года. Миллиард, миллиард не сделали, сделали миллионов 700, наверное, вот как-то так. То есть должны были вырасти в 10 раз. Сколько в среднем клинера остается сервис? Это хороший вопрос. Собственно, для клинера и для клиента есть две важные метрики, на которые мы смотрим на LTV-клинер и на LTV-клиента. Ретеншн-клинеров это самая вообще острая проблема. Ничего с этим сделать не можем. То есть есть два сегмента клинера. Кто приходит подработать и для них не воспринимает клиент, ну, как работают. Есть те, кто работают очень долго, фулл-тайм. Вот с теми, кто воспринимает себя как частную работу, ничего сделать не можем. Мы не знаем, как побороть эту проблему. То есть они приходят на полгода и уходят. То есть мы нанимали девушку… Ну, так, ладно, эти детали, наверное, нельзя. Нанимали одну девушку, которая профессионально занималась массовым наймом в одной сети фастфуда очень большой. Вот. И она тоже не смогла. То есть при условии, что у них все построено вокруг массового найма, сохранение текучки и так далее, вот ничего не смогли сделать. Ну, а нет такого… Ну, грубо говоря, если я таксист к Uber, то я могу в удобное мне время пойти и кого-то отвезти. Ну, то есть сценарий просто для клинера, он предполагает, что ты должен постоянно работать или ты можешь? Ну, конечно, можешь, да. Ну, то есть вообще на тебя не назначаются уборки, ты сам приходишь, выбираешь уборки, как Uber. То есть ты хочешь водить, водишь. А вот это оборудование? Им все выдают, да. Да, да, да. Ну, то есть раньше была механика с тем, что там давайте мы сначала не будем выдавать пакет клинера, потому что он дорогой, там телефон, всякое оборудование, а давать после какого-то количества уборок, либо они его постепенно будут выкупать. Потом мы посмотрели на то, что это просто усложнение механики ни к чему не приводящее, просто стали с самой первой уборки полностью им все отдавать и они приходят на склад пополняться. Сколько в среднем клинер в московском? Ну вот смотри, в среднем цифра тоже ни о чем не скажет, потому что это будет в районе 50 тысяч. Но в реальности получается два сегмента. Те, кто работает фулл-тайм и парт-тайм. Те, кто работает фулл-тайм, зарабатывают 80 тысяч. Те, кто парт-тайм, 20-25 тысяч. То есть клинер хорошо зарабатывает. То есть для человека, который раньше работал в перекрестке за 18-20 тысяч, зарабатывает 80 тысяч. Очень хорошее предложение. И поэтому я не понимаю, почему они не работают. Они очень специфические люди. Ну то есть нужно понимать, что их гнобили всю жизнь, вот у нас был смешной случай, я его, наверное, много раз рассказывал, когда мы шли новую летнюю форму, дали им летнюю форму, тестовую хорошим клинером, типа померите, подходит или нет. Они померили, возвращают через неделю вообще классная форма. Ну отлично, заказали большую партию, дали клинером. Потом поступают жалобы, типа что-то форма не очень. Вообще она там жмет, просвечивает говно какое-то. И мы такие, позвали ребят, которые, собственно, мерили форму, говорим, а почему? А мы не мерили. Мы как бы так, приложили вроде нормальное. Они не могли сказать никакого слова. Если они говорили, не знаю, что касса плохо работает, их увольняли. Ну в таком духе. То есть вот история про то, что эта компания молодая, ценит клинеров, слова ваши важны и так далее, мы вас не уволим, оставайтесь с нами, не работает. То есть их очень сложно переделать. Вот поэтому… Но вы как-то работаете с репутацией профессии у них самих? То есть для них уборка – это жизнь столкнула на дно? Или это… Ну то есть вот как-то вот… Ну, когда… Я работал – нет. Возможно, сейчас с этим работаю. Но я не думаю, что нет. А у хороших клинеров есть какие-то среди его роста вообще? Да. То есть вот всякие наставники, видеообучение и так далее. То есть, собственно, клинеры. Из клинеров ребята становятся либо наставниками клинеров, либо часть ребят мы вообще брали в поддержку. Одна девушка, которая была одним из первых клинеров, вообще стала руководителем всего клинерского направления. Ну то есть в целом… То есть что-то кроме денег еще интересует? Ну как бы у нас это не заложено. То есть мы не говорим, окей, ты там сделаешь 100 уборок с рейтингом 5, станешь там наставником клинеров. Такого нет. Они знают, что у них есть грейды. Ну то есть, условно говоря, новичок, специалист, профессионал. После профессионала их не так много. Мы там с ними уже… Давай. Ты говоришь еще раз, когда тебе очень крутые, а им просто личный вопрос. Ну, наверное, не секрет, в Авито. То есть я вам сложил продукт очень крутой, да? Да. Да. Есть ограничения у клинеров очень специфические. То есть это очень крутая модель, но… Вот если промотать вот сюда… Ой, нет, слишком много промотал. Вот. Сапплай против деманда. То есть демант мы можем обеспечить, а сапплай нет. То есть клинер — это узкое место. Вот ты хоть что делай, там, пляши, с бубном танцуй, много нанимать не можешь. И вот рост клина очень ограничен. То есть ты можешь расти, по сути, горизонтально запуская новые города, а не во всех городах это нужно. То есть клин не станет… Вот, условно говоря, там, какая-нибудь такси немножко изменила система распределения заказов, ну, или множко изменила система распределения заказов, таксист стал делать не 20, а 25 уборок. О, не уборок, а поездок. Вот ты хоть что сделай, клинер не сделает 3 уборки в день. Вот он делает 2 максимально, он и сделает 2. Ну, потому что они долгие… Долгий процесс. А нельзя конверсию из 2%? Нет, тогда качество будет сильно страдать. Тогда вот оценивай. То есть, а как и того обучение персонала не работает. То есть, ну, а ну, ты делал книжечку, прочитаешь, это практически это навык человеку. То есть, а в другой деле его выращивать? Ну, наверное, можно. То есть, может быть, если… Ну, вот, с моей точки зрения, в общем, очень крутой бизнес. То есть, продукт вообще замечательный, компания невероятно крутая. То есть, прям, очень круто. Я делал до этого свои компании, и клин лучше, чем мои предыдущие компании. То есть, реально очень круто. Но очень ограничен по росту. То есть, меня это… Ну, собственно, это и причина. То есть, можно в целом сказать, что можно было бы там изменить клин и сделать там систему обучения клинеров с пеленок, и вот это вот все можно было бы сделать, но, наверное, можно было бы. Только тех, кто не хочет. Давай. А почему за счет открытой круглой сервера, не может сказать? За счет рейтингов. А в рейтинге есть? Я просто не очень понимаю. Клинеры. Можно на рейтинге в бане. Ну, а за счет того, что заслужили в рейтинге и в рейтинге и выбирать клинеры, которые… Ну, это уже по готовому выбору. Кажется, что выбор клинера это как-то говно. То есть, зачем тебе выбрать клинер? Вот где будет там Инна, рейтинг 5,2,5, Инесса, рейтинг 5, Елена, 4,9. Тебе это о чем говорит? То есть, ты таксиста выбираешь по рейтингу? Нет, ты просто предполагаешь, что приедет таксист, он не пьяный и отвезет тебя. Ну, клинер так же. То есть, ты предполагаешь, что придет клинер с руками и ничего не разобьет, сделает чистую уборку. Все, это твои максимальные ожидания от уборки. Выбирать клинеры это какая-то инородная механика. Но это с моей точки зрения. Может быть, у ребят что-нибудь изменится. Давайте последний вопрос. Давайте. А скажи, пожалуйста, какой системе координат клин по отношению к ЮДу, к Проферу и… Это хороший вопрос. Надо понять, какую систему координат придумать. Я просто не очень… Вопрос. То есть, вот и Кофе, ну, прекрасные ребята, которые сегодня специалисты зарабатывают на одной сделке. ЮДу зарабатывают на одной сделке еще и опцион. Клинер это просто сервисная компания, которая зарабатывает на каждой уборке. То есть, мы вообще по-другому. А там много в ЮДу уборок? Нет. То есть, нет. Какого у вас стоит? В чем уборка? 100%. Нет, есть ребят, мы из Хопстарт, есть там еще какие-то братья чистовые, ну, еще какие-то. Ну, если уборка, я сначала сказал, говорил, когда у нас была ситуация, 1 мая можно было заблокировать уборку на 20 мая. После вот этой ситуации мы поговорили с ребятами, собственно, как у них произошел скачок уборки. Они такие, мы сделали такую невероятную рекламную кампанию, у нас все креативы выстрелили, мы выросли в два раза. Нет, мы не поэтому выросли. Ну, то есть, они вообще ничего здесь не представляют, они просто, ну, как бы, пользовались каким-то остаточным трафиком от клина. То есть, есть клины, есть все остальные, которые вместе в сумме, не знаю, 10% от клина они делают. Вот. То есть, ну, по сути, конкурентов нет. Это что самое удивительное. Есть штатовские конкуренты, есть европейские конкуренты, но в России все остальные, все ребята очень маленькие. Очень-очень.